сорян друганы значит так поехал я на тренировочку всем того же желаю желаю тренироваться всем каждый день по возможности а возможности надо изыскивать если мы не будем сами выделять себе время для тех дел которые считаем нужными то ниоткуда она и не возьмется все время будут занимать другие дела вы помните что работа занимает ровно столько времени сколько вы способны вере сколько вы готовы на нее выделять все и поэтому на тренировке времени не найдется каждый день если вы себе не будете выделять время для тренировок и специально самостоятельно ну а поговорим мы сегодня идеальной физической форме бойца и вообще не бойца давайте поговорим о физической форме будока то есть человек который занимается боевыми искусствами на самом деле очень часто можно слышать особенно от разного рода телепузиков с грещей и прочих таких людей которые там навязывают на себя пояса ходят в ги что это что физическая форма кондиции это дело десятое главное мастерство и приводят различные примеры там каких-то полных людей которые достигли больших результатов понимаете я соглашусь что прежде всего физическая кондиция бойца и будоки определяется функциональной подготовкой а не сильно развитой мускулатурой и вернее скажем так не рельефно развитой мускулатурой прошу прощения что нос вы трогаете это не потому что я вру а потому что я только что чистил снег у нас вообще тут пипец завалило все так вот октябрь да и значит короче говоря вот этим вот определяется больше и поэтому если вы себя комфортно чувствуете избыточной массой тела к избыточной согласно физи физиологическим стандартам то все и нормально в общем понимаете я скажу так не с избыточной массой тела с избыточной жировой массой тела с ожирением первой степени второй третий скажу вам честно я сам проходил этот этап был было время когда я весил больше 105 килограмм под 110 у меня было это при росте метр семьдесят три ну прям я явно телепузик такой был вообще конкретный при этом при всем я бегал кроссы него то тренировался и как мне казалось все было чики-пики вот мне так это казалось вы знаете друзья мои я вам скажу откровенно потом настал такой период когда я что-то вдруг решил что не хочется мне больше круглым таким быть с моим мордатым и решил привести себя с форму из определенный период времени довольно продолжительный период не то что там это вот так вот было я достиг уровня ну внешней физической подготовки ну так и сейчас это про внешность ну как у ребят которые участвуют в мэнс физик не супер профи а так любители ну вот то есть все пресс там все дела все мышцы все при этом при всем уровень функциональной подготовки мои возвру возрос просто колоссально вообще просто до небес я в свои 40 лет тогда когда это было снова стал бегать спринт как это было во времена моей змеи молодости когда я на кмс не к бегу то есть я пробежал в 40 лет спринт за 10 и 7 это вообще просто я раз сын вот мало кто верит но у меня есть документально зафиксированная эта вещь вот это просто ну считаю запредельно классным результатом друзья посмотрите делается этот показать видите это вот то что всегда показывают обычно вот в лужи вот в эти кладут асфальт прям вот видите да круто да все лето ни хера не делали ладно про другое сейчас ну так а вот в общем достиг уровня уровень функциональной подготовки был огромный я мог там в маске тренинг маска отбить 12 раундов на мешке по три минуты с интервалом одну минуту причем на полной выкладке в полную силу не вот по кросс фиту со мной вообще молодые даже рядом не стояли которые занимались в клубах со мной знаете то есть все это абсолютно достижимо и ей не пройти и мета казалось когда толстый уровень у меня функционалки высокий казалось что снижение веса позволило мне намного выше поднять этот уровень что касается же манипуляции собственным телом то я стал подтягиваться на перекладине 30 с лишним раз в молодости подтягивался 40 вот на перекладине стал подтягиваться 32 раза у меня это зафиксировано значит тоже это на видео ну вот вы понимаете да то есть все бегать стал гораздо легче гораздо быстрее мы в общем короче говоря чтобы чтобы не говорили но уровень кондиций и физической подготовки можно всегда повысить и однозначно совершенно что человек который входит в нормальные физические кондиции по уровню жировой прослойки при том что он хорошо тренируется постоянно он будет намного функциональнее подготовленным и намного более выносливый чем человек с избыточной массы тела понимаете друзья это это однозначно я через это прошел поэтому я прекрасно это понимаю и говорю со знанием дела потому что я был и толстый и худой и вот средний сейчас сейчас у меня например 85 килограмм вес а я сейчас его опять убирать буду до 75 то есть я хочу немножко подсушиться и вот как раз об этом я вам и сейчас и хочу рассказать я хочу поехать нет и делаю регулярно каждый год в таиланд на пхукет если мне тренироваться и в этот раз я не просто хочу поехать там один или с семьей или столько своей этой командой а я приглашаю поехать вас на ретритные тренировки сколько это стоит обычно спрашивают ну то что то круто будет это я могу это гарантирую надо на миллион процентов что-то будет просто торч полный то есть там понимаете как это все дело выглядит то есть вы живете в отеле на лучшем пляже пхукета на хамбич то есть вы прям выходите у вас самый-самый лучший пляж пхукета вы загораете купаетесь отдыхаете и обязательно тренируете еще каждый день несколько тренировок значит минимальная программа выглядит следующим образом 64 тысячи рублей это 10 дней 10 ночей еду я 29 ноября и приглашаю вас что входит туда значит входит отель и завтраки на самом деле то что не входят обеды и там ужина это даже не парьтесь потому что ну завтраки хорошо когда ты встал с утра тебе на тренировку того что то еще у тебя завтрак уже с утра прямо рано есть пока еще не открылись всякие эти кафешки а когда кафешки работать начинают лучше питаться в них в них во-первых разнообразней и киеве интересней аутентичней чуя и что-то купить там или что-то такое интересно поесть рис снабла всякие различные паттайи том ямы и так далее там жареных каких-то осьминогов морепродукты и так далее так что и все это дешево поверьте мне в таиланд дорого летать из дорого стоит билеты а и питаться там и все остальное это это дешево даже несмотря на то что за последние годы доллар вырос все равно отдых самом таиланде непосредственно проживание одна из самых дешевых какой только есть вообще весь если туда там уехать и там остаться жить то это дешево совершенно вот даже даже с учетом с ним всем без жилья так как я предлагаю именно такой ретрит и тренинг то я буду бронировать отель а так на самом деле обычно размещаюсь тоже в имени там отелях это бунгало снимаем то прям целые домики но здесь вот прямо решили чтоб на найт хар не было и вот прям тренировки на пляже это тренировки по кросс файту по кросс фиту различного рода калисты никой йога дыхательные практики так вот в эти 64000 входит еще и мои тренировки 1 2 тренировки в день то есть которые будут проводить я что интересного вам в этом может быть потому что вы можете быть там 7 5 его лбу там и сказать там я все там умею знаю все такое прочее код ребят мои тренировки как раз будут направлены на коррекцию фигуры снижение веса то есть для приведения бойца в оптимальную физическую форму сам я буду снижать вес буду подрезаться под подсушиваться и предлагаю сделать вам это результат гарантирован потому что вы будете делать то же самое что и я но у вас будет еще и индивидуальный подход дело в том что я врач артопед травматолог мануальный терапевт хирург вот но и на сами но и кроме всего прочего я еще эксперт спортивной медицине я спортивный врач союза мм и россии я составляю в том числе программы для бойцов когда они там и гоняют вес там все такое прочее я умею как и для быстро и в гонке составить все эти программы так и для правильной для умной чтобы не помню не портить себе здоровье так вот я вас уверяю что за 10 дней ну от маски тела зависит конечно и от индекса жира можно скинуть до 5 килограмм не ток воды а лишнего веса вообще жира то есть там конечно все там будет уходить и вода и жир и и даже мышцы немножко чуть-чуть вот так как вы будете физически самотренироваться мышцы почти не растворятся что называется а вот жир уйдет то есть в общем если человек весит килограмм 80 там да и то можно потерять 5 килограмм веса за 10 дней вы прям подсушить прямо реально реально кайфанете уровень функциональной подготовки вырастет просто пипец как это я вам тоже гарантирую прямо реально вы приедете заниматься продолжите будете всех удивлять насколько у вас уровень функционалки подрос я вам правильно построю программы все в том плане чтобы и отдыхать хорошо и тренироваться тяжело а для тех кто желает отдельно отдельно недалеко от найнхарн бич находится еще синби клуб это клуб тайского бокса кэмп тайского бокса и можно будет ходить туда еще брать персональные тренировки по тайскому боксу и вообще-то рекомендую всем абсолютно кто занимается любыми видами боевых искусств просто попробуйте позаниматься взять уроки у тайбоксеров хороших тренеров я лично сам буду ходить обязательно то есть каждый день у меня будет персональные тренировки так что вот смотрите 64 тысяч 10 дней это входит отель завтраками эту трешка прямо на берегу море в отеле найнхарн на пляже найнхарн то есть самый лучший пляж пункета ну мне шкаром нравится но в найнхарн вот просто всеми как бы считается лучшим но действительно просто шикарный там и виды шикарные и самая высокая точка и сансет недалеко то есть ну прям вот все там и если прям по дороге шуровать там и на цыганский рынок морепродуктов прямо выход где самые лучшие морепродукты пукета то есть все как говорится там вот эта часть пункета сам не чумовая можно конечно было бы поехать заниматься в тайгер но тогда понимаете до моря надо билять далеко хотя конечно та улица ты хипразит по моему нет не хипразит я забыл как она называется сайтаят черт его знает не помню там конечно много всего там и кроссфита клубы и все такое вот ну все это отдельно платные все понятно но там конечно спортивная движуха ну и здесь тоже благодаря тому что клуб синге находится недалеко тоже постоянно там там вот это вот противо цунамное значит озеро которые выкопано прямо недалеко от найн хана вокруг него постоянно бегают люди занимающиеся кроссфитом бегом и так далее и с утра там обязательно бойцы синге бегают тоже это у них вот прям с утра начинается надо пробежать вокруг и там просто шикарно заниматься там буддийский храм прямо рядышком но это вообще но место шикарное так вот я говорю шестьдесят четыре тысячи это туда перелет отель трешка на найн хан бича завтраками и входит еще одна тире две ну две как правило то есть я просто не рассматриваю там с утра пробежку йогу и дыхательной практике как какую-то тренировку мои тренировки которые включены в эту сумму вот так вот друзья так что если вам интересно это пишите мне в ответку сюда также я потом под этим видео размещу свои телефоны и ватсап и вайбер но если вы со слуха воспринимаете то запоминайте плюс 7 906 514 24 14 у меня на этом телефоне ватсап и вайбер также можете позвонить и договоримся то есть я билеты сейчас уже потихоньку начинаю бронировать вот отель там все такое прочее это двадцать девятого ноября едем не ноября а ноября то есть фактически чуть ли не два месяца на подготовку у вас можно все дела подбить так что друганы нормально было бы съездить просто отпад если кто не ездил никогда на пхукет на тренировки ну ребят вот этот самый тот момент когда лучше всего это сделать вот цена которая называют прям хорошая реальная цена в ней абсолютно тотальную часть денег занимает стоимость билетов потому что туда лететь восемь часов то есть это вот как бы билеты туда-сюда это самая небольшая часть ну отель там понятно какой то все то есть вот так вот получается это это вполне нормальная цена можете пошурудить по турагентства там просто поймете сколько чего стоит но вопрос в том что если мы группа едем то вот в отеле легко забронировать будет сразу несколько мест и скидку с этим дают это вот цена скидочная уже вопрос в том что это понимаете на инхан бич то есть можно взять трешку четверку и даже пятерку где-то в другом месте где-то в середине пхукета там конечно будет там супер-пупер все но вы до моря там затрахаетесь ездить а здесь прям все на месте вот это вот самое то что надо а да забыл сказать еще обязательно войдут еще тренировки по макеваре и что самое 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 ценное абсолютно бесплатно как бонус войдут мои консультации по поводу спортивной медицины по поводу закалки конечностей рук и ног и по постановке удара на макеваре то что является моей ключевой экспертностью уже на протяжении многих лет потому что никого в варунете не найдется написал бы больше статей материалов видеороликов по поводу работы на макеваре о макеваре без ложной скромности скажу я знаю все любой макеваре они только просто на своей потому что к своей макеваре которая камертон и зачем большая я пришел долгим путем тренировок почему выработана такая модель я на любой макевар работать умею знаю как из нее получить все абсолютно что только можно собой обязательно макевару возьму а если смотрят эфир те у кого мои макевары есть обязательно берите с собой иначе там быша и все и там в отдельно по треням вообще просто великолепно будет обалденно ну что друзья ладно не забывайте значит я внизу напишу сам свой номер телефона думайте я еще напомню не один раз об этой как бы теме но советую поторапливаться потому что если мы сейчас ну как найдут с те кто согласиться то билеты вот будут сам столько стоить а уже ближе к теме чтобы попасть туда же в тот же отель быть в нашей группе в общей вместе с нами может оказаться что цена будет уже другая совсем сами понимаете что взять билет на тот же самолет на тот же рейс но это дело десятое но это было бы хорошо но попасть в тот же в отель уже ближе к теме тем более это ближе к новому году но имеется ввиду к зиме там уже сезон будет начинаться то есть уже совсем другие цены могут казаться понимаете сами поэтому лучше принимать решение уже сейчас чем быстрее тем лучше вот я вам цену назвал это вот цена которая вы вот прям сейчас работает ну пока она держится все давайте я практически приехал в клуб так что так что всем пока так выключил мы сейчас эфир но надо пройти шлагбаум заняты так что есть время друг другу помахать рукой извините что в этот раз никому не помахал здесь такая штука помахать не помахал но я всех увидел мне тут идет лента я вижу кто в эфир выходил да салют